Доброго здоровья всем любителям футбола, желает АБФФТВ и приглашает к просмотру свежего выпуска передачи «Судите с нами». Сегодня мы разберем аж 16 моментов, чего прежде, как мне кажется, еще никогда в истории этого проекта не случалось. Не будем тянуть время и сразу начнем. Стартовый свисток. Третью неделю подряд за весь департамент судейства и инспектирования в нашей студии отдавается представитель этого самого департамента Владимир Кузьмин. Володь, очень рад тебя видеть. Сегодня очень много работы нам предстоит. Добрый день, Дмитрий. Мы справимся, я думаю, с этой работой. Я очень на это надеюсь. И начнем с поединка «Шахтер» с Луцк. Момент, который привел к второй желтой карточке, к удалению футболиста Слуцка и обилию споров вокруг этого эпизода. Давай разберем. Да, я думаю, будет хорошо, если мы рассмотрим даже блок таких подобных моментов. И начнем вот именно с этого момента. Как видим по картинке, следует удар в направлении ворот и защитник Слуцка играет рукой. Справедливо назначается 11-метровый удар. И здесь стоит отметить, что любой удар в направлении ворот, который прерывается игрой рукой, считается как срыв перспективной атаки. Поэтому за любое такое действие обязательно должна быть показана желтая карточка. Здесь она оказывается второй и защитник удаляется. Игру рукой судья квалифицирует за умышленное, я так понимаю, движение. То есть, находясь в более-менее приемлемой позиции для такой оценки, защитник Слуцка допускает нарушение именно движением руки в сторону мяча. Либо это движение, либо эта рука изначально находилась в неестественном положении. Он уже это определяет, непосредственно смотрит, как она отклонена от тела, ну и все прочие критерии учитывает. Желтая карточка, которая следует вдогонку, она насколько справедлива? Она даже обязательно, обязательно. Любой, как я и говорил, любой удар в направлении ворот, это перспективная атака. И если нарушением, путем нарушения защитник прерывает эту перспективную атаку, то это желтая карточка. Схожая ситуация наблюдалась в поединке Борисовского Батэ и Жодинского Торпеды. Эпизод, который привел к назначению пенальти. Игорь Стасевич мощным ударом попытался направить мяч в створ ворот, и этот удар был прерван футболистом Жодинского Торпеды. Совершенно верно. Очень-очень похожие эпизоды, как мы говорим, одинаковых не бывает, но вот эти реально они очень похожи. Видим тоже игру рукой защитника. Та же ситуация. Удар в направлении ворот, желтая карточка за срыв перспективной атаки. Я уточню у тебя. Удар в сторону ворот, удар в створ ворот, здесь особо нет разницы. Удар в направлении, в сторону ворот, вот это самая правильная формулировка. Потому что определить, идет мяч в створ или нет, мы не можем уже, потому что полет прерван. Но срыв перспективной атаки появляется, когда удар идет в направлении ворот. Хорошо. Тогда зайду с другой стороны. Смотри, допустим, расстояние до ворот 25 метров, 30 метров до ворот. Игрок вмешивается в полет мяча, и как тогда классифицировать? Я могу привести в пример ситуацию, которая возникла в Витебске, когда Габи Кики получает вторую желтую карточку. До ворот, давай говорить откровенно, дистанция довольно далекая. И здесь определять, идет мяч в сторону, в створ, тут уже, наверное, смысла нет. Довольно далеко, до рамки. Как здесь поступает судья, мы видели, выносит второе предупреждение, обернувшееся удаление. Как вы это трактуете и почему? Давай поговорим о том, что, в принципе, даже с 25 и 30 метров можно забить гол. Безусловно. Почему здесь не такая ситуация? Защитник Бреста прерывает дальний опасный удар игрой рукой. Так чем это отличается? Только тем, что здесь будет штрафной удар, а не пенальти. Так и поступает судья. Выносит желтую карточку, она оказывается второй, к сожалению, и удаляет этого защитника. При этом штрафной удар. Но при этом удар довольно сильный, и Габи Кики шел, я так понимаю, блокировать этот выстрел. Была ли у него возможность, в принципе, как-то по-другому расположить руку? Вот ты говоришь о естественном положении руки, да, неестественном. Здесь человек, в принципе, в падении, мне кажется, довольно сложно контролировать площадь тела и свои конечности. Но мы говорим здесь о том, что когда ты выполняешь подобное техническое действие, как бросаешься под мяч, ты принимаешь на себя риск, возможный риск игры рукой. Или убирай руки, или делай так, чтобы они были в естественном положении, но не играй рукой. Тогда расскажи или поясни, что здесь неестественного в положении руки Габи Кики. По крайней мере, он, когда отправляется блокировать этот выстрел, ну, по его мнению, делает все верно. То есть пытается перекрыть полет мяча всем, чем только возможно. При этом умышленно он же не размахивает рукой там перед бьющим. Да, не размахивает, но при этом его рука находится в неестественном положении. Прыгая и пытаясь заблокировать мяч, он занимает примерно вот такую позицию. При этом рука у него, еще не коснувшись земли, то есть она и не является даже опорной, но находится уже в неестественном положении, отставленной от тела. Несмотря на то, что удар с близкого расстояния достаточно сильный, но рука в неестественном положении, как критерий, перевешивает, и это нарушение. Желтая карточка. Здесь, опять же, по той же трактовке, что и в предыдущем эпизоде, не столько даже возможно-невозможно, а необходимо. Обязательно, совершенно верно. Это срыв перспективной атаки за удар в направлении ворот. Не оставлю тебя в покое в матче Витебс-Динамо-Брест, потому что еще один эпизод, возникший уже в самой концовке встречи, привел не только к удалению, но и к назначению пенальти, который и определил победителя в противостоянии. И мы сейчас говорим об удалении Евгения Хачериди в концовке поединка. Вашими глазами, глазами профессионалов, оценка этого эпизода. Давайте опять обратимся к картинке, чтобы не быть голословным. В данном моменте, оттеснив нападающий и фактически выиграв этот момент, в дальнейшем защитник Динамо-Брест совершает совершенно неприемлемое действие. Он бьет ногой по нападающему. Агрессивное поведение и красная карточка как следствие за его проступок. При этом, обратим внимание, что мяч находится в игре, конкретно вратарь держит его в руках. Раз мяч в игре, то должен быть назначен штрафной удар за это. Но так как это в пределах штрафной площади, это 11-метровый удар. Оценивали ли вы поведение футболиста Витебска? То есть, насколько он пострадал, насколько он показал, что он пострадал, и насколько, в принципе, его манера действий влияет на оценку эпизода орбита? Да, мы понимаем, что он несколько дорисовывает падение. Возможно, это было и не так все серьезно, но удар имеет место, и красота его падения уже ни на что особо не влияет. Сам факт нарушения был. Давай еще уточним один момент. Вот неспортивное поведение, агрессивное поведение – это совершенно два разных эпизода, и, в принципе, две разных ситуации, которые возникают в футболе. Агрессивное поведение здесь достаточно, насколько я понимаю, было даже мало мальской любого контакта, который арбитр мог бы трактовать как агрессивное поведение и удаляясь к очереди сразу. Мы в данной ситуации должны работать с фактом. Есть факт удара одного человека по другому человеку. Есть физический контакт при этом. Это штрафной удар, в данном случае 11-метровый, и санкции за агрессивное поведение – красная карточка. Оставим матч в Витебске за спиной, но вернемся еще к поединку, который прошел между Борисовским Батте и Жодинским Торпедой. Эпизод, который попросили разобрать наши зрители. Оффсайд Станислава Драгуна. Насколько правы были основной рефери Лайнсман? Насколько уверены они принимали это решение? И, в принципе, было ли оно обоснованно? Этот момент целиком и полностью находится в зоне ответственности помощника арбитра. Поэтому только его правильное расположение, точно в линию, позволило определить непростой этот момент, как положение вне игры. Видим, что после удара нападающего Батте Станислав Драгун находится в положении вне игры и получает преимущество в результате того, что мяч отскакивает к нему и он забивает гол. Я думаю, что здесь еще стоит сделать акцент на том, что картинка все-таки у нас не всегда идет по той линии, где находится Лайнсман. И, соответственно, здесь есть момент искажения, который может влиять и уводить дебри зрителей. Да, совершенно верно. Но именно поэтому у нас есть специально обученный человек, который находится там на линии и всегда в линию. С ними, поверьте, проводится очень много работы. И, я думаю, квалификация наших помощников на достаточно высоком уровне. Из Борисова перемещаемся в Бобруйск. Поединок, который прошел между футбольным клубом Белшина и командой Смолевичи. Два 11-метровых с назначением пенальти после фола на Леониде Ковеле особо, по-моему, даже не оспаривали и люди, допустившие это нарушение. Момент, когда Сэм Адаиба провоцирует контакт и назначается пенальти, после чего Адаиба даже просит багов для того, чтобы они обратили внимание на этот момент. Да, но здесь, конечно, ему лучше было обратиться лучше к своим навыкам и немножко осторожнее играть в пределах своей штрафной площади. Как мы видим по картинке, для судей есть все основания для назначения 11-метров на данном случае. Мы видим, что он толкает спину нападающего, чего делать нельзя. Поэтому вот такое нарушение. В принципе, я так понимаю, что в нынешнем сезоне очень внимательно судьи следят за зацепами, прихватами, толчками, какими-то дополнительными мотиваторами, которые влияют на движение именно футболистов на скорость. Да, мы бы хотели, чтобы было меньше нарушений и больше игры в футбол. Тогда еще один 11-метровый с участием Дмитрия Комаровского. Мне кажется, до сих пор в комментариях к нашим обзорам на канале АБФФ зрители не могут сойтись во мнении, был фулл или нет на капитане Ислыча. В данном моменте, к сожалению, ни один ракурс камеры не позволяет нам точно увидеть, за что, собственно, арбитр ставит пенальти. Поэтому мы, естественно, провели беседу и с Денисом Щербаковым, чтобы определить, что же там было все-таки. Арбитр пояснил нам, что он, находясь в отличной позиции, мы видим это по картинке, заметил, что защитник Славии дернул Комаровского за руку, в результате чего тот потерял равновесие. И, как мы видим, даже случайно контактировал с мячом, но это все уже было после нарушения правил. Поэтому именно за то, что он дернул его за руку, здесь Денис Щербаков и назначил 11-метровый удар. И опять же, это влияет на динамику движения, по мнению рефери. И, соответственно, какое-то наказание должно следовать за подобный метод. Да, совершенно верно. Комаровский уже собирался наносить удар по воротам, но из-за того, что его дернули за руку, он потерял на равновесие и не смог выполнить техническое действие. Перенесемся со стадиона на улице Маяковского, на главный наш стадион, стадион Динамо в столице. Матч Динамо-Минск и Неман. Два момента, которые я хотел бы тебе предложить вкупе. Первый момент – это Глеб Рассаткин, который пытался обратить внимание арбитра на то, что с ним неправомерно обошлись штрафами. Я бы сказал, что он пытался обмануть арбитра в данном эпизоде. Видя ногу защитника, он хотел бы, чтобы контакт случился, чтобы он зацепился за эту ногу, но защитник вовремя ногу убирает, и картинное падение Рассаткина не остается без внимания рефери матча. За что? За симуляцию ему выносится желтая карточка. Еще один момент, который пытался футболист обратить в свою пользу – Евгений Шкафко, который пробовал. Также добыть что-то позитивное для себя в борьбе с защитниками Гродненской команды, но не преуспел. Однако при этом он сам, в принципе, нарушал правила, потому что он сам тянет защитника, и уже защитнику некуда деваться, кроме как следовать за ним. Обратите внимание, что, особенно в конце эпизода, явно видно, что он продолжает до самого последнего тянуть его за майку. Поэтому здесь просто продолжить игру. Никакому на 11-метровом ударе речи не идет. В принципе, эпизоды довольно очевидные, довольно четкие по решению арбитра, но следующий момент, мне кажется, мог и серьезных реферий поставить в тупик. Эпизод с участием Доминика Динги в попытке отобрать мяч и быть первым на мяче. Давай на нем остановимся. Да, в этом эпизоде мы видим, что защитник, особенно вот один из ракурсов, нам четко показывает, что защитник падает на ногу нападающего, в результате происходит контакт, и, собственно, нападающий также падает. Обратим внимание лишь на то, что это было за пределами штрафной площади, сам момент контакта, и непростое решение для арбитра здесь это будет определить или желтая, или красная карточка. Потому что в сам момент нарушения мы видим, что мяч недалеко, и это все критерии под красную карточку, под выход 1 на 1. Но мы должны здесь обратить внимание на последнее касание мяча, насколько оно удачное или неудачное. И здесь мы увидим, что мяч идет в сторону от ворота и с достаточно высокой скоростью, в результате чего у другого защитника уже появляется возможность вступить в борьбу за этот мяч. Поэтому правильным здесь решением будет штрафной удар и желтая карточка. Но в этой ситуации Свисток промолчал, и получается, арбитр допускает здесь ошибки. Да. Схожая ситуация случилась в поединке между Шахтером и Слуцком. В центре внимания оказался Ходоркевич. Как здесь нам поступить, и как оценивать действие рефика? Видим, что здесь как раз-таки Свисток судей не промолчал, он зафиксировал нарушения, но здесь тоже желтая карточка. Критерий, в принципе, тот же, что и в предыдущем моменте. Мы смотрим за последним касанием. И последнее касание видим, что не самый удачный мяч. Уходит значительно левее и с высокой скоростью. Поэтому желтая карточка за срыв перспективной атаки здесь должна была быть показана. Давай поговорим еще о нескольких эпизодах, которые не связаны непосредственно с игровыми моментами. У нас открылся прям бойцовский клуб на протяжении нескольких туров. Опять же, зрители очень просили разобраться в моменте. который произошел по противостоянии Славе и Брестского Динамо, когда попало по лицу Артему Быкову. Было много также споров относительно того, следует ли карать этот контакт каким-либо образом. Да, если мы обратим опять наше внимание, пристальное внимание на картинку, то увидим, что этот хайкик должен был заслуживать красной карточки. Видим, что защитник, несмотря на то, что мяч даже не доходит до этой пары, но защитник видит нападающего. Оценивает всю ситуацию и все равно решается применить этот достаточно опасный и травмоопасный прием. Он игнорирует безопасность соперника и виновен в серьезном нарушении правил игры, за что ему должна была быть показана красная карточка. Продолжаем двигаться по предыдущим турам. На сей раз у нас такие боксерские соревнования. Ситуация, которая была в матче Слуцка-Витебске в футболе с Северян-Диего. Виталий отрубил, если я правильно помню, отоваривал рукой в лицо. Да, здесь видим, что пытается блокировать мяч игрок, но при этом допускает такое размашистое движение, отмашка на нашем сленге и попадает в лицо сопернику. Желтая карточка должна была быть показана в этом эпизоде. И в продолжении, естественно, этой темы, эпизод, на который обратило внимание многие наши зрители, но и потом увидели, что и футбольный клуб Ислыч пытался привлечь внимание общественности к этому эпизоду, матч Динамо-Брест-Ислыч и Сергей Кисляк, который отмахивается от соперника, вынуждая скамейку Ислыч взорвать. Да, практически один в один эти похожие эпизоды. Мы бы хотели обратить внимание наших рефери на подобную проблему, что ни в коем случае нельзя отпускать такие эпизоды, потому что они могут вливаться в серьезные травмы. С этим посмотрим, я думаю, еще один эпизод из методических материалов УЕФА. Но конкретно здесь Кисляку также должна была быть показана желтая карточка за грубую игру. Скажи, будут ли в ближайших турах уже эти рекомендации доведены, будут ли проведены какие-то беседы с рефери, потому что мы видим, что на протяжении 3-4-5 тура проскакивает момент агрессии. Обязательно мы отправим блок таких нарушений, в том числе и используя нашу передачу. Но и мы отправляем подобные моменты для анализа нашим судьям постоянно. Ну и достраивая цепочку вот этих эпизодов с контактами, вернемся к матчу Ислыч Славия. Да, и здесь момент, который рефери Щербаков должен был оценивать в динамике и раздавать, скажем так, провинившимся наказанием. Так, к сожалению, этот момент ускользнуло от внимания Дениса. Вполне возможно, что сам игрок своим телом закрывал ему момент контакта, но мы видим практически та же история. Это удар локтем в лицо, но при этом хотелось бы обратить внимание, именно вот на само это единоборство видим, что здесь не используется локоть как оружие. Вот было бы неплохо, если мы посмотрели в следующем видео методический материал UEFA, какое может быть отличие. То есть в данном моменте у Дениса Щербакова это желтая карточка, потому что здесь больше просто нелегальное использование руки. В частности, вот он локтем, видим, попадает в лицо оппоненту. Но если локоть используется как оружие, вот как момент в матче Баты Арсенал, и видим, что Ликозет использует его как оружие, прям размашисто бьет локтем в лицо, вот, в принципе, здесь вот отличие между желтой и красной карточкой, которую мы бы хотели заострить внимание. Ну, давай поставим точку. Опять же, пять туров прошло, да, уже такой внушительный отрезок. Справедливо ли утверждать, что сейчас наши рефери действительно более серьезно относятся ко всем вот этим вот грязным моментам, да, которые игру мало того, что не украшают, но и где-то даже бросают тени. Сейчас довольно четко и сурово будут относиться, но не в принципе, как мы видим, по этим турам относятся к подобным. Да, соответствующие рекомендации, конечно, мы им давали, что ни в коем случае нельзя пропускать элементы неспортивного поведения, грубой игры. Постоянно указываем на какие-то моменты, связанные с этими же и отмашками, с наступами на голеностопы. Все, что может приводить к каким-то травмоопасным ситуациям. Поэтому мы надеемся, что и впредь они будут поддерживать соответствующий уровень по данным видам единоборств. Володь, спасибо тебе огромное. Мне кажется, установили мы рекорд сегодня по длительности нашей передачи. Я желаю и вам, и всем нам, чтобы больше таких длинных выпусков не было, чтобы не было у нас поводов обсуждать такое количество спорных и где-то даже агрессивных, некрасивых ситуаций в футболе. Договорились, Дмитрий, пусть будет так. Друзья, это был очередной выпуск проекта передачи «Судите с нами». Все пожелания относительно нашего проекта можно оставлять в комментариях под выпусками передачи, которые размещаются на всех официальных платформах АБФ в социальных сетях. Но я надеюсь, что мы через неделю обязательно увидимся с вами для того, чтобы обсудить все самые интересные и неоднозначные футбольные моменты в рамках Беларусьбанка Высшей Лиги. Оставайтесь с АБФФТВ и судите с нами.